Это хорошее начало. Я за расширение дороги. Да, пришлось пожертвовать несколькими метрами своей земли, но за это нам деньги дали. Всё же для блага делается. С пониманием к временным неудобствам относятся не все жители улицы Сапарганата. Многие недовольны не только дорожными работами, но и с суммой компенсации. Городские власти выкупают частные владения, чтобы провести работы по расширению дороги. Прийти к общему знаменателю пока не удалось, а потому работы здесь ведутся не в полную силу. От Аргамбекова до улицы Аль-Фараби есть 15 участков, которые попадают на проезжую часть. За улицей Аль-Фараби и до Тамерлановского шоссе ещё 18 объектов недвижимости. Пока власти не решат вопрос, мы не можем нормально работать, а сроки-то тем временем поджимают. Работы по расширению улицы Сапарганата начались в июне прошлого года. Строительной кампании удалось сделать чуть больше половины от запланированного. Строители вынуждены прокладывать тротуар лишь по одной полосе, вторая даже не заасфальтирована. Первоначально срок сдачи объекта был намечен на конец нынешнего года. Сегодня его решено передвинуть ещё на год. Этот объект у нас переходящий. Мы планируем сдать его в эксплуатацию в июне следующего года. Работы по расширению трёх с половиной километров улицы Сапарганата обойдутся госказне в 1 миллиард 300 миллионов тенге. Согласно плану, ширина только проезжей части будет составлять 15 метров. Она будет состоять из четырёх полос. Вдоль дороги посадят деревья, установят столбы освещения, проложат тротуар и ирригационные лотки. Бахром от Дулайфа, Матая Ольбеки, Бал Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар». Продолжение следует...